29 ноября в Электрогорской детской школе искусств состоялась первая встреча исполняющего обязанности главы Дениса Семенова с жителями. В первую очередь Денис Олегович отчитался о проделанной работе с момента вступления в должность, рассказал об основных направлениях деятельности администрации за текущий год и озвучил перспективы и приоритеты развития на 2017 год. Первое, на что внимание обращаем, это в этом году сделано комплексное благоустройство по улице Советской, сделаны тротуары, дороги, детские площадки поставлены. Наша задача это все сохранить, убирать, вовремя очищать и смотреть, чтобы это ничего не ломали, особенно детские площадки и там, где расположена зона благоустройства, чтобы это максимально долго прожило, чтобы мы могли активно занимаемся по подготовке к Новому году. Будем включать Электрогорск на следующий день на реконструкцию нашего стадиона. И сейчас верстается бюджет Московской области, утверждается, если все будет хорошо, если действительно подтвердят заявку, то у нас в следующем году будет происходить реконструкция стадиона. Также Денис Семенов отчитался о работах, связанных с ремонтом дорог, благоустройством территории города, организации уличного освещения, строительством домов по программе переселения из ветхого аварийного жилья, развитием культурных учреждений. Вы видели, какая у нас красавица 14-я школа, и получилось так, что в этом году заложили средства софинансирования, вошли в программу капитального ремонта детской школы искусства. То есть будет полностью отремонтировано капитально два здания, и то помещение, в котором мы сейчас находимся, хотелось бы, грубо говоря, зафиксировать его, в каком оно находится состоянии, как оно будет к началу нового учебного года, потому что это будет две большие разницы. Помимо этого, запланировано приобретение нового музыкального оборудования для школы искусств. Во второй части собрания Денис Олегович выслушал жителей. Вот мы, в общем, по квитанции Советской 45, по квитанции об оплате квартир, Советской 45. В общем, здесь такая графа есть, на общие нужды дома собирает. У нас президент Путин сказал, общие нужды дома. Нуляем, отменяем. У нас, вурную это слова, у нас же 200 и 300. Мы заплатили 13 тысяч в месяц. Когда по холодной, горячей воде в доме, допустим, стоит общий домовой прибор учета, он показывает в целом всю сумму, проходящую, которую дом потребил, воды в месяц. Из этой суммы вычитается суммарное показание счетчиков квартирных, нормативные показатели. Остается разница, это разница ОДН. В доме большие ОДН. Да потому что, первое, люди должны показать фактическое потребление по счетчикам правильное, потому что люди, которые показывают некоторые в РКЦ данные, допустим, он потребил 45 кубов, а по факту звонит в РКЦ или на обратной стороне квитанции пишет, что он потребил 15 кубов. Но счетчик определил большую часть. Это раз. Второе, это количество зарегистрированных. На это очень много влияет. Первое, допустим, в квартире зарегистрировано 0, либо 1. Если 0, то по закону начислять воду вообще нельзя, только ОДН. Если зарегистрирован 1, а проживает по факту 5, 6, сдают квартиры, 8, тогда идет большое потребление. Не теряют актуальности вопросы жилищно-коммунальной сферы, водоснабжения, электроснабжения, оплаты бытовых услуг, благоустройства территорий. Встреча прошла продуктивно. Денис Семенов внимательно выслушал все волнующие вопросы и дал четкие, исчерпывающие ответы.